Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять. 24 января, день Феодосия, назван в честь преподобного отца Феодосия Великого. Феодосий учился у знаменитейшего из всех отцов, Живших в Иерусалиме и его окрестностях, Старца по имени Логин. Он имел свою келью при столпе, Который с древности назывался Давидовым. Затворившись там, он с особым тщанием Выделывал сладкий мёд добродетели. Здесь Феодосий принял начало иноческих трудов, Учился у старца всякой добродетели, Ибо тот преподобный был велик словом и житием. Этот день в народе называли днём Феодосия Весняка. Присматривались к погоде, чтобы судить о том, Какой будет осень, Когда придёт весна, Какого будет урожая. Сегодня обычно было достаточно холодно. Многие люди болели лихорадкой трясовицы. Это простуда с температурой. Эту болезнь представляли в виде злой женщины в чёрном одеянии. Для того, чтобы прогнать болезнь трясовицу, Напускали в помещение различных неприятных запахов. Также лихорадку можно было прогнать сегодня, Если топить печь, а вином, который выделял дым. Также больного парили в бане, проверенное средство при простудах. А маленьких детей, если не заболели лихорадкой, Укутывали на ночь в шкуру животного. Если шкуры не было, закутывали в шубу. Приметы. Если сегодня погода была тёплая, весна наступит рано. Отсюда и поговорка. На Феодосия тепло, дело на раннюю весну пошло. Если и не на деревьях большой и висит гладко, Лето будет плодородным и с хорошей погодой. Если идёт снег сырой и ложится плотно, Будет дождливая, но урожайная. А вот морозы на Феодосии неблагоприятны для будущих яровых. Отсюда и другое название этого дня. Морозы худосеи. Если оттепель сегодня будет сильной, То весна будет очень короткой. И вновь поговорка. Если в январе март, то в марте января жди. Если утром идёт снег, вечером ударит мороз. И будет держаться долго. На крышах висят сосульки. В февраль будет тёплым. Сегодня у нас в меню очень целебное блюдо. Пшённая каша с тыквой или оранжевая каша. О постях у нас сегодня Надежда Ивановна Плодникова. Доброго здоровьица. Доброго здоровьица. Вы пришли не спустимы руками. Я знаю, что вы любите готовить. Да, я пришла сегодня уже с готовой кашей, Приготовленную по вашему рецепту. Обычно я тыквенную кашу готовлю на молоке и на висе. Сегодня приготовленную по вашему рецепту на воде и на молоке. И очень много вопросов. Почему? Почему на воде и почему с просом? Ну, давайте сначала разберём, почему именно на воде и на молоке. Действительно, если использовать кашу на молоке, Но она будет, как бы сказать так, вроде бы и сытнее и лучше. Но дело в том, что здесь добавляется белок. И белок молочный, он не совсем сочетается и с спросом. И получается, что этот продукт является слизеобразующим. Поэтому эту кашу нежелательно есть лицам, которые часто болеют простудными заболеваниями. Это предрасполагает, то есть образует в организме слиз, которая в этом климате сыром, холодном. Она ещё возбуждается и ведёт к простуде. Поэтому лучше всего убрать. Просто сделать на воде. А вот что касается проса, проса это, знаете, намного будет полезнее нежелиориста. И в первую очередь он получается обдерной у нас также. А множество микроэлементов, которые находятся и дают пользу для нашего здоровья, они находятся в оболочке. А там уже нет. В просе же это есть. И, кстати, проса, знаете, она такая маленькая и обладает рядом таких уникальных свойств. Сейчас я расскажу, какие это именно свойства. Ещё древние говорили, что у него вкус сладкий и вяжущий. Свойства горячие в первой степени и сухие в второй. Оно лёгкое. Что значит такое горячие в первой степени? То есть, когда что-то съешь, например, если рис съели, он особо не поднимает обменные процессы в организме и тем самым особо не разогревает организм. Просто съешьте за счёт обменных процессов, которые идут пищеварительные. Организм разогревается. Вот это уже ведёт к тому, что, как бы сказать, лёгкий разогрев организма древний горлён в первой степени разогревает. Значит, сухое. Раз оно сухое, то оно воду на себя ещё упитывает и тем самым подсушивает. И за счёт сухости оно ещё и лёгкое. Поэтому оно стимулирует такие жизненные принципы, как сухость бывает в организме и даёт теплоту. Это древний называли ещё жизненный принцип теплоты – сжалча. Вот таким вот образом. Это понятно. И в совокупности с тыквой. А, я ещё раз скажу. Обладает закрепляющим и высушивающим свойствами. То есть хорошо. Кстати, пшено способствует с того, что хорошо сращивают различные переломы. Если у вас там переломчик есть на пол кости, ну, пошли в малолёт, споткнули, супали, там, ипс и так далее, то как быстренько восстановиться? Вот эту как раз кашку, которую вы сделали, пшёную с спросом, её-то и надо будет есть почаще. Вот. Значит, что она ещё делает? Именно просто. Она способствует тому, что дробит разные камушки в мочевом пузыре, значит, увеличивает мочеотделение, то есть моча быстрее будет выходить, не будет никаких отёков, особенно, знаете, разные будут на ногах, там, сердечное происхождение, прочее, прочее. Но, значит, оно вредно для беременной женщины и, значит, переваривается она всё-таки помедленнее, поэтому надо, как бы сказать, ну, дать время тому, то есть она более такая сытная. А почему тогда нельзя добавлять по вашему рецепту сахар? Хоть немножечко. Я думаю, что по моему рецепту можно туда добавить немножечко сахара, для того, чтобы вкус был приятный, но, если мы с вами используем тыкву, а тыкву лучше всего использовать в сладких сорту, то вот эта сладость, естественно, которая имеется в тыкве, пусть она создаёт необходимый вкус. Значит, обычно разные бывают пропорции, вот какие пропорции соблюдаете вы при приготовлении вот этой тыквенной каши? Это, значит, нам стакан проса, на стакан проса три стакана воды. Очень желательно побольше тыквы, где-то примерно грамм 400, не помешает. А, 400? Так. Вот мы нарезаем мелко тыквочку, заливаем водичкой, ставим на огонь, как только закипело, и начинаем на медленном огне варить где-то примерно минут 10-15. Это, значит, уже как ты бы украшил эту тыквочку. Затем мы добавляем промытое просу, но не просто промытое просу. А, да, вот никакой у вас присутствует. Вот мы промыли его, слили водичку, а потом вот нему кипятком, ну, буквально минутки 3-4, как бы, побольше завариться, может, поглячее было. Кипяточком, да? Кипяточком. То есть, таким образом, она как бы идёт предподготовка для пшена, для кашки. И быстрее она, наверное, уже там упаривается. Да, и добавляем уже тыквочку, помешиваем, немножко добавляем солички по вкусу, потому что без соли это не будет так вкусно. Взять, потому что без соли такие специи. И вот после того, как она проварилась, минут 20-15, в зависимости, смотрим, как уварили. Заворачиваем. И у нас снова упаривается минут 20-30. Увалилась она. И потом мы её... Давайте, показывайте свою красоту. Вытаскиваем. И открываем. Вот у нас каша. Ой, какая каша у нас получается. Да, и вот вы знаете, что, когда я варила раньше, я так думаю, что буду варить только на водичке. Добавляла даже не только вот молочко, но в конце варки добавляла немножечко и топлённого молочка. Вот чтобы для цвета. Но сегодня-то было удивление, что получилась именно такая красивая оранжевая каша.